Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас такая порция крем-супа грибного. Грибной крем-суп. Я вам рецепт оставлю в инфобоксе. Готовится он несложно, получается очень вкусно. Здесь сухарики. Тоже сами приготовили. Вот так вот делаем. И у нас здесь бутерброды с красной рыбкой. Кто любит красную рыбку, пишите в комментариях. Я обожаю. Она у нас подорожала. Прикиньте, где-то процентов на 30. Все дорожает вообще. Здесь сверху еще должны были быть грибочки. Но непонятно, куда делить грибы. Вроде бы мама пожарила, оставила на кухне. На кухне на столе оставила. Утром просыпаемся, нету. Тарелка пустая. Мама сразу начала гнать почку на твикса. Я говорю, ну котик же не будет кушать жареные грибы. Мама говорит, тогда кто? Я не ела. Ты тоже. Кто тогда сел грибочки? Это мне мало было, кстати. Тарелка абсолютно пустая. Короче, естественно, все свалили на твикса. Сделали вид, что так и должно быть. И все. Очень вкусно. Обязательно переходите. Рецепт будет в инфобоксе. Обожаю красную рыбку. Вчера узнала новость. Я была просто, ребят, шокирована. У нас в Азербайджане такое произошло. Девочка в 11 лет стала мамой. Я, конечно, разные истории слышала и в 15, и в 14, но чтобы в 11. Ее изнасиловал ее отчим. Несколько раз периодически насиловал ее. Отец у нее умер, получается. Мама вышла замуж за другого мужчину. И он вот так вот поступал. Столько педофилов, маньяков всяких. Искалечил просто жизнь невинной девочке. Вот в чем она виновата. Смотрю на такие истории. Просто в шоке. Вчера, вы знаете, настолько меня тронула эта история. Оказывается, она произошла достаточно давно. И все про нее знают. Потому что я написала своей подруге. Ты слышала про эту историю? Мне подруга говорит, да. Вообще-то про эту историю все слышали. Так как я по азербайджанским пабликам не особо лазаю. То есть не в курсе была этого события. И вчера просто весь вечер я не могла заснуть. Я просто думала об этом. Думала о своей жизни. О том, как жизнь меняется. Как люди меняются. Люди становятся жестокими. Люди становятся какими-то извращенцами. Все нормальное, привычное, обычное. Никому уже не интересно. Все там в пабликах пишут. Почему девочка не сказала своей маме? Вы знаете, ты не скажешь. Вот вам кажется со стороны, что это просто сказать. Когда ты являешься жертвой, тебе кажется, что обвинят тебя. Ты делаешь что-то не так. Произойдет что-то ужасное. То, что с тобой происходит, даже какая-то жестокость, ты считаешь, что так и должно быть. Наверное, так и должно быть. Элементарно у меня был случай, который я запомнила просто на всю жизнь. Я вам рассказывала про это на мукбанке. Я каждый раз вырывала листы в тетраде. И учительница, заметив это, опозорила меня прям при всем классе. Она увидела, что я вырвала лист. Попросила всех детей открыть тетради и начать разбирать ошибки. А мне открывать-то нечего. Я сразу вырвала лист и выкинула мусорку. Хотя урок закончился. Я такая сижу, и она подходит ко мне. Говорит, а где твой лист? Я говорю, я вырвала. А куда ты выкинул? Я говорю, мусорку. И она понесла меня к мусорке и такая говорит, ну, давай, типа, доставай. Весь класс просто угорал надо мной. Я покраснела, начала лазить в этой мусорке, искать тот самый лист, который я вырвала. Потом выровняла этот лист. И она говорит, типа, давай разбирать ошибки теперь. Почему ты вырываешь лист? И получается, весь класс надо мной угорает. И это просто было психологическое насилие. Как-то, не знаю, я чувствовала себя настолько униженной, обиженной. Мне просто, знаете, в этот момент не хотелось жить. Все угорали надо мной. И даже после этого случая, постоянно в классе, там, не знаю, смеялись друг над другом и говорили, ты же не Айка, чтобы листы вырывать. То есть все как бы задевали меня. И я никак не могу, вот сколько живу, не могу забыть это. Мне кажется, это очень было некомпетентно со стороны педагога. Потом еще год надо мной все издевались. Потом я перевелась, кстати, в другой класс. У меня просто была подружка-соседка из параллельного класса. Я маме говорю, я хочу с ней вместе учиться в одном классе. Потом уже перевели меня. Я старалась даже в коридоре особо не контактировать со своими бывшими одноклассниками. Сейчас у меня такая куриная память, ребят. Я реально, вот если встречу кого-то из своих бывших одноклассников, не то что с лица я их не узнаю. Вообще не узнаю. Я не помню, как кто выглядел, как кого звали. Даже у меня есть соседи, которые постоянно со мной здороваются, а я постоянно забываю, как они выглядят. Реально. Ужасная память просто. Я начала пить таблетки. Улучшающая память. Сходила к врачу. Мне прописали рыбий жир. Другие лекарства я пью. Мне врач сказал, что это как бы не мелочь. Потом я вообще в старости нифига не буду помнить. Особенно это проявляется. Память на лица. Недавно захожу в лифт и смотрю, что на меня как-то очень интересно люди смотрят. Я даже не поняла, кто это. И одна девочка прям вот так вот смотрит пристально на меня. А потом женщина заговорила со мной и говорит, что я бабушка из Сельвы, меня не узнали. Я реально не узнала. Не потому, что я хотела сделать вид, что я их не знаю. Или такая высокомерная. Ребят, я сейчас с вами не поздоровалась. С кем угодно из моих знакомых у меня просто ужасная память. Нет никакой личной неприязни. Ну, мне получается, курсом надо пить эти таблетки. Даже был один случай. Я сидела в кафе на торговой Буранной, кто знает. В общем, сидела там. Подходит девушка. И такая, привет, Айка, как дела? И так далее. Начинает со мной болтать о том и сём. И она такая, как дела, как на личном. Я смотрю твой канал. Я про тебя всё знаю. Я реально её не помню. Мне, с одной стороны, как-то стыдно сказать, а кто ты такая? С другой стороны... А с другой стороны, я понимаю, что мне нечего у человека спросить. Потому что я не знаю, я сейчас спрошу, как твои дети. А у неё детей нет, например, да? Но я вообще человека не знаю. Вижу, как будто первый раз. И чтобы её не обидеть, как вы думаете, что сказала Айка? Я ей говорю, ты знаешь, я недавно головой ударилась, и у меня провалы в памяти. И я вот тебя не помню. Головой ударилась, Господи, как я могла это сказать? Она мне говорит, что мы шесть лет назад ходили с тобой на географию. А она после этого перекрасилась, сделала нос, увеличила губы. Это просто не тот человек. У меня и такие проблемы с памятью, но она тоже сильно изменилась. Вообще другая стала. Такая чекуля стала, девочки. Просто красотка. Я такая, как бабка старая, думаю, блин, кто же это? У меня никогда не было таких гламурных подружек. Потом, когда она сказала, кто она, я реально вспомнила. Но, возможно, если бы у меня не было бы канала, возможно, она бы тоже меня не узнала. Но так как я постоянно на виду, снимаю видео, они выходят в рекомендации, через-через знакомые там что-то обсуждают. Она, например, говорит, что увидела мой канал, когда на нем было 70 тысяч подписчиков. И с тех пор она меня смотрит. Мне, конечно, безумно приятно. Когда она сказала свое имя, фамилия и на какое занятие мы ходили с ней вместе, естественно, я вспомнила, кто это. То есть нет такого, что я вообще ничего не помню. Просто вот увидев ее, я не поняла, кто это может быть вообще. Проще говоря, не узнала ее. Да и люди тоже очень меняются сейчас. В универе у нас девочка была такая пухленькая. Сейчас смотришь, стройняшка вообще. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Супчик получился безумно вкусный, но бутеры просто сделали мой день. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Всех люблю. Пока!